Вот так вот каждый день. И в дождь и в снег жители массива месят грязь. Калоши, сапоги и пакеты вместо нормальной обуви. Скользя и еле оставаясь на ногах, ежедневно они проделывают километровый путь из грязи, чтобы выбраться в поселок. Больше всего страдают мамы с несовершеннолетними детьми, ведь вся инфраструктура находится в центре. Четверо детей вот ходим по вот этой грязи каждый день. Двое идут в школу с пакетами. Двое вот сейчас со мной идем в гости к бабушке. Улица Толбухина своего рода мост, который соединяет массив с поселком. Однако основная артерия только наполовину засыпана щебнем. Другая часть после осадков превращается в болото. В непогоду по такой дороге через раз приезжает не только мусоровоз, но и скорая помощь. У старшего сына моего заболевания Жульберна. Скорая заехать не может. Могут быть приступы. Вызвали скорую с его приступом и скорую толкали. Скорую нам толкать или ребенка спасать. По этой дороге вслякать ходить невозможно. Я как-то упала и сломала руку. Теперь ходить по такой дороге боюсь. У меня внук больной. Скорую вызвать тяжело. Как старикам, так и молодым. Скорая помощь, если приедет, то ее нужно толкать. По словам местных жителей, из-за плохих дорог к ним не хотят приезжать в гости. Машины застревают в грязи. Приходится их выталкивать вручную либо тянуть на буксир. Аналогичная проблема не только на Толбухино, но и на улицах до слух Кирова и Рассветная. Они также утопают в грязи. Обращения во все инстанции остаются неуслышанными. Жалуются местные жители. А все заявления перенаправляют в гвардейский поселковый совет. А мы здесь мучаемся. Я в 30 лет сюда пришла строиться. Мне 61 год. И я все время в таких условиях живу. Местные чиновники заверили, что к ремонту дорог приступят в следующем году. Они будут засыпаны щебнем, пока их обустройством занимаются поэтапно. Более 150 улиц, 160, более 100 километров дорог. Поэтому не все получается сделать сразу. Это физически невозможно. Поэтому у людей, конечно, заранее прошу извинения. Прошу извинить, что не получается нам по объективным причинам сделать всем и сразу. Но в планах это есть на следующий год. Поэтому думаю, что первый-второй квартал, в зависимости, как там пройдут торги, у нас же 44 ФСЗ, мы эти улицы тоже выполним. В будущем улицы Толбухина и Акмечеть планируют и вовсе заасфальтировать. Здесь по ФЦП строят дома для репатриантов и жильцов аварийного жилья.